Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Татарстан получил миллиард двести, во Владимирской области уплачено 765 миллионов, в Удмуртии – 650. Гораздо меньшие суммы перечислены Чувашии, Свердловской области, Башкортостану и Мариэл. В Кировской области филиал РЖД по итогам 2020 года стал крупнейшим налогоплательщиком. Программа Экономика. Лесопользователи погасили долгов почти на 90 миллионов рублей. Это результаты рабочей группы Минлесхоза в прошлом году. В нее входят, помимо чиновников, представители налоговой и судебных приставов прокуратуры. В течение года там обсуждали работу почти 200 предпринимателей, у которых есть проблемы с расчетами. По состоянию на 1 января 2021 года погашена задолженность по налогам в размере 22 миллионов рублей, по страховым взносам – 13 миллионов, по аренной плате – неустойкам – 52. Экономика на 101FM Дали информацию от наших партнеров. ВТПП назвала бизнес-событий декабря. Им стало повышение рейтинга кредитоспособности АОКБ Хлынов до уровня РУ-Трипл-Би со стабильным прогнозом по версии рейтингового агентства «Эксперт-Реа». Оценены были рыночные позиции банков Кировской области, качество активов, а также работа топ-менеджмента в рамках реализации стратегических планов. Повышение рейтинга говорит о высокой финансовой устойчивости банка. ВТП назвала также победителя народного голосования. По версии пользователей интернета, им стал первый образовательный тренинг «Говорит малый бизнес» от коммуникационного агентства «Леса, люди и связи». Завершение о валютах. Доллар сегодня 76,19, евро 92,13 рубля. Ольга Бализина, новости экономики в Кирове.